Библейский портал экзегет.ру представляет Шестая глава Второй Маковейской книги, мы ее читаем в переводе под редакцией Нины Брагинской для библейского портала «Экзегет». Ну вот, главы до сих пор, до пятой включительно, они рассказывали нам о том, что творится в Иерусалиме. И, ну, творится множество всего нехорошего, причем обратим внимание, что главная эта причина, она в самих Иерусалиминах. Сначала было первосвящение Кония, праведный человек, которого убили, но убили почему? Потому что его отстранили от власти другие люди и, собственно говоря, обвинили его перед царской властью. А потом соперничают за эту должность два человека, Менилай и Ясон, оба, кстати, носят греческие имена. Это важная здесь деталь. И, ну, оба негодяя, по сути дела, они уже воюют за этот Иерусалимский храм, но для того, чтобы просто его использовать как свой собственный ресурс, побеждает в конечном итоге Менилай, он позволяет царю Антиоху ограбить этот храм и, в общем, ничего не пытается противопоставить. То есть, грубо говоря, все внешние бедствия, они приходят после того, как народ сам сознательно абсолютно отказывается от своего благочестия, от своего какого-то традиционного образа жизни, ну а дальше он уже становится добычей царской власти, окрестных народов и так далее. Какой же может быть ответ? Нет, вот сейчас на рубеже пятой и шестой главы этой самой второй Маковейской книги все очень плохо. Вот хуже некуда. Царская власть видит Иерусалим как такую, знаете, вот занозу, которую надо выдернуть. И, в общем, царская власть уже не стесняется никак, если сами иерусалимляне друг с другом воюют, то что уж не навести там порядок, не перебить их всех, не привести все это к какому-то единому знаменателю. Тем более, что и первосвященник, в кавычках первосвященник, хотя официально так он назывался, Ясон там уже устраивает Антиохию, такой эллинистический город со всеми своими правилами. Ну, надо просто довести дело до логического конца, считает царское правительство, и просто вытравить вот эту память о каком-то своем особом боге, какие-то свои культы, обычаи. Лучше всего сделать это силой, потому что по-другому они действовать не умеют. Вот шестая глава описывает, как это все началось. Немного времени спустя царь Антиоха Пифан послал одного старца Афинина, чтобы тот заставил иудеев отойти от этических законов и от общежительства по законам бога. То есть, вот, в служении богу и в отношениях между собой забросить это законодательство. А также осквернить храм в Иерусалиме и назвать его храмом Зевса Олимпийского. А храм в Горизине – храмом Зевса гостеприимства, что подходило жителям этого места. Здесь имеется в виду два храма, но второй – это на горе Горизим, где самаряне жили. Ну и программа царского правительства Антиоха, она предельно простая и понятная. Она сделала так, чтобы, собственно, вот все было эллинистическим, как везде. И для этого уже недостаточно такого внешнего налета, а нужно искоренить культ Господа. Всех цаготило отвратительное распространение порока. Ведь храм наполнился распустом, разгулом язычников, развлекавшихся с блудницами, исходившихся к женщинам из священных дворах и к тому же вносивших внутрь непотребные вещи. А жертвенник был завален приношениями запретными и неназволенными законами. Ну, свинины, например, да, то, что греки употребляли в пищу и использовали для жертвоприношений. Невозможно стало ни отдыхать в субботу, ни соблюдать отеческие праздники, ни даже попросту называться иудеем. Каждый месяц день рождения царя их силком привозили из внутренности жертвы, а на Дионисиях заставляли в венках из плеча участвовать в шествиях в честь Диониса. Смотрите, день рождения царя отмечали каждый месяц. Не раз в год, а раз в месяц. И это же государственный праздник. То есть народ угощают, приносят жертву и всех кормят этой жертвой. Отказаться, значит, проявить неуважение к царю. По почину жителей Птолемаиды было издно предписание. Иудеям в открытых иллинских городах вести такой же образ жизни и вкушать идула жертвенную, жертву принесенную идолом. А те, кто не согласится оставить свои обычаи ради иллинских, убивать. Вот когда стало ясно, что надвигается беда. То есть до сих пор все еще ничего, хотя бед было много. Убийства, грабежи и так далее. Но оставалась возможность быть иудеем. А вот все, больше ее нет. Теперь просто за то, что ты говоришь, я иудей, тебя убивают. Привели двух женщин за то, что они обрезали своих детей. Обрезание, естественно, это знак завета. Это первое, что происходит с ребенком, а потом с мальчиком. А потом это же заметно, да? То есть это нельзя скрыть, в отличие от тайной молитвы. С младенцами, которых повесили у них на шее, этих женщин вводили на показ по городу, а потом сбросили со стены. А другие собрались в пещере поблизости, чтобы тайно отпраздновать седьмой день, то есть субботу. Но о них доложили Филиппу, наместнику Суревкицкому. Они были сожжены, ибо благоговея перед самым священным днем, они не решили себя защитить. То есть их просто перебили, как баранов каких-то, да? Они ничего не готовы были сделать. И вот в такой самый страшный момент, комментарий от автора, редкий для этой книги. Прошу читателей этой книги не падать духом из-за несчастья, а напротив, считать, что кара послана не для погибели нашего рода, для иудеев, но для его воспитания. В самом деле, знак великого благодеяния в том, что недолгим бывает попущение нечестивцам, но настигает их скорое наказание. Нет, нас Владека судил не так, как другие народы, которым он являет свое долготерпение. Кара их, когда чаша грехов их переполнится. То есть там он ждет, ждет и ждет, но потом уже уничтожает. Нас он судил так, чтобы не пришлось выносить приговор уже после того, как мы дойдем в грехах своих до края. А нас он наказывает раньше, значит, дает нам исправиться. Вот почему он никогда не решает нас милосердия и даже, получая несчастьями, не оставляет свой народ. Пусть это послужит нам напоминанием, а тем временем нам нужно кратко поведать о происшедшем. Вот его богословие здесь очень ясно видно. Да, наш народ мучают, пытают и убивают. Сколько здесь можно всего сказать на тему, какие нечестивцы эти греки, как ужасно они себя ведут. Это будет все совершенно справедливо. Но он говорит, есть Бог и есть наш народ, остальное обстоятельство. Вот мы впали в нечестие, Бог нас исправляет. Да, очень жесткими мерами. Но это наши отношения с Богом. Все остальное – это его инструменты, это обстоятельства наших с ним отношений. Некому Элиазару, одному из главных книжников, мужу уже преклонного возраста и чрезвычайно красивой внешности, раскрывали рот, заставляя его есть свинину. Ну, то есть, будь как все. Что, тебе трудно, что ли? Но он предпочел славную смерть по стыдной жизни и добровольно отправился на колесо. Это еще и наказание. Колесо, ну, не буду, наверное, рассказывать подробно, как тогда казнили на этих самых колесах. В общем, это еще и мучительная смерть. После того, как выплюнул свинину, как и подобало твердо решившемуся цены жизни, отвергнут то, что вкушает запрет. Ну, то есть, ему сел и раскрыли рот, всунули в рот кусок свинины, а как только отпустили, он выплюнул. Те, кому была поручена беззаконная жертвенная трапеза, знали этого человека с давних времен. Отозвав его в сторону, они стали предлагать ему принести с собой мясо, какое ему подобает употреблять в пищу, заранее приготовленное им самим, и притвориться будут по приказу царя, он ест мясо с жертвенной трапезой. Чтобы избежать таким образом смерти, воспользоваться человеколюбием, вызванной старой с ним дружбой. Но если попросту они понимают, вот мы тут свинку забили, принесли в жертву, там, я не знаю, Аполлону, Дионису, кому-нибудь еще, и все ее кушаем. Ты тоже с нами покушай, пожалуйста. Ты не хочешь? Ладно, не надо. Принеси с собой свою баранину, или что там у тебя есть, сядь с нами за один стол и поешь свои еды, мы даже не будем тебя заставлять есть свинину. Да, казалось бы, это можно, им ничего плохого не предлагают. Но он принял превосходное решение, подобающее его возрасту, величию старости, заслуженным и славным его сединам и достохвальному поведению с самого детства, но прежде всего святому и богом данному законодательству. Отвечаем, сообразно всему этому, он сказал, чтобы его без промедления отправили в Аид, то есть убили. «Нашему возрасту ведь не подобает лукавить, иначе многие молодые, узнав, как перешел к чужеродным обычаям 90-летний Элиазар, и сами, глядя на мое притворство ради краткой мимолетной жизни, впали бы по моей причине во грех, а я заслужил бы мерзкую, гнусную старость. Даже если сейчас я избавлюсь от людской кары, руки вседержит ли мне не избежать ни живому, ни мертвому. Поэтому, мужественно расставаясь сейчас с жизнью, окажусь достойным своих преклонных лет. А юным оставлю благородный пример, как добровольно и благородно принимать смерть за честные и святые законы. С этими словами он без промедления взошел на колесо». То есть, смотрите, они бы предлагали сделать вид, что он ест свинину, принесенную в жертву языческим богам, на самом деле не есть. Но ведь если бы он сделал вид, другие бы поняли так, что он съел. Значит, нарушение закона не только в том, что вот есть какой-то жесткий, четкий формальный критерий, вот свинина и доложертвенный ее не ем, вот барашек из дома, я его поем. Но это публичное действие. И если так, то даже не важно, что конкретно у него окажется во рту, а важно, как это будет выглядеть. «Те, кто проявлял к нему расположение, сменили его на враждебность, потому что слова, которые он произнес, посчитали безумием». Ну, то есть, жалели старичка, а вот он упрямый, ну и ладно, тогда и убьем его. «Уже готовясь умереть под ударами, он сказал со стоном». То есть, его, собственно, забили до смерти на этом колесе. «Ведомо Господу, владеющему святым знанием, что хотя смерти можно было избежать, тело мое терпит под бичами жестокие страдания, а душа им радуется страха его ради. Так он и скончался, и смерть его стала с примером достоинства и памятником добродетели не только для юношества, но почти для всего народа». То есть, вот у нас первый в мировой истории, пожалуй, рассказ о мученичестве. То есть, о том, как человек претерпевает мучительную смерть, лишь бы ему не отступить от Бога. И он это выбирает добровольно. Потом это станет, естественно, очень важной частью христианской истории, не только в христианстве есть мученичество. Но вот здесь этот самый Ильазар — это первый из тех, о ком подобное рассказано. В следующей седьмой главе будет рассказана другая, гораздо более известная история. Но вот Ильазар в этой книге, безусловно, имеет парму первенства.